Звонок губернатору в прямой эфир информационного канала Севастополя поступил от Александра Сидельникова. Он относится к маломобильной группе населения, проживает на проспекте генерала Острякова, 145. Дороги и тротуары на этой улице отремонтированы, но для граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено не всё. Если что-то сделано в нарушении, даже если по проекту запроектировано неправильно, но в нарушении нормальных элементарных правил пользования, неудобно пользоваться, сделано по проекту, значит будем переделывать. Ничего страшного в этом нет. Мы постепенно должны обеспечить нормальную доступную среду для людей, у которых меньше возможностей. После капитального ремонта на проспекте генерала Острякова Александр Сидельников отметил положительные моменты. Появились удобные съезды для колясок, поставили ограждения. Но не всё это удобно для инвалидов. Некоторые тротуары от пешеходных переходов уходят в сторону. Хотелось, чтобы такие немножко сделались по-другому переходы, чтобы был прямой подъём, а дальше уже на ровной поверхности можно было сворачивать. Это легко делается. На остановке генерала Лебедя тоже есть проблема. Съезжая с пешеходного перехода, человек в коляске не может заехать ни на остановку, ни в жилой массив. Из-за рельефа она, устроителям не удалось сделать её доступной. То есть я не могу не спуститься сюда дальше, поехать к домам. И самое печальное, на место посадки в троллейбус тоже не могу попасть без посторонней помощи. Здесь очень высокий уклон. Не везде соблюдается высота бордюра. У съездов на пешеходные переходы она должна быть не менее полутора сантиметров. Эти недочёты усложняют жизнь граждан с ограниченными возможностями здоровья. Если чиновников в коляску посадить инвалидную и заставить в такой ситуации принимать объект, я думаю, наверное, он по-другому будет смотреть. От лица маломобильных граждан я бы хотел поблагодарить всех, кто занимался благоустройством и ремонтом проспекта. Но попросить, чтобы всё-таки учитывалась комплексность ремонта. И он не обрывался непосредственно на остановке, хотя бы доходил до дорог, до тротуаров, чтобы мы могли проехать к своим домам, к магазинам. С такими проблемами сталкиваются более 20 тысяч инвалидов Севастополя ежедневно. Надеются, что ситуация изменится в лучшую сторону не только на бумаге. В 2018-м на реализацию программы «Доступная среда» выделены более 2 миллионов рублей. С 2014 по 2017 годы в соответствии с нормами уже оборудовали 17 объектов. А затем, как выполнит условия договора подрядчик на генерала Острякова, будут внимательно следить Наталья Мешкова, Светлана Федодеева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя.